Если бы не было Пушкинского, мне, например, было бы грустно. Потому что в Москве, в России и в мире это бриллиантик, с которым соприкасаться очень приятно. И вне зависимости от того, люди понимают живопись или не понимают, но когда они приходят в Пушкинский, они становятся другими. Пушкинский – это высшая планка человеческого взаимоотношения с искусством. Мне нравится Эрмитаж, мне нравятся другие музеи. Но Пушкинский, он для меня домашний. Поэтому я благодарю всех тех, кто поддерживает Пушкинский и кто работает здесь. Спасибо огромное. У отменного мастера слова еще советской поры поэта Дмитрия Кедрина есть стихотворные строки, в которых он с некоторой горечью констатирует извечное противостояние талантливых людей друг к другу. Помните, у поэтов есть такое обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга. Но действительно, ни для кого не секрет, что талантливым людям, одаренным людям, зачастую даже в большей степени, чем обычному индивиду, присуще чувство зависти, соперничества, страха оказаться на вторых ролях. И тому ярчайший пример – постоянное сталкивание лбами титанов возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Уж казалось бы, ну что им было делить? Они оба были гении. И тем не менее, они все время пытались доказать, кто из них самый-самый-самый. А вот о художнике, о котором у нас сегодня пойдет речь, никто никогда не сказал ни одного плохого слова. Он был бесконечно добрым человеком, он всем рвался помогать. Он охотно учил молодых художников, совершенно бескорыстно. Более того, он сам у них учился. И при этом не думал, что с его маститой головы упадет какая-то гипотетическая корона. Художники старшего поколения часто называли его между собой апостолом или моисеем. А молодые, начинающие живописцы, когда ему едва перевалило за 40, уже обращались к нему исключительно как папаша. Собственно, так он и вошел в историю мирового искусства. Замечательный человек, прекрасный художник, который всю свою жизнь любил свою семью, землю, труд и людей. Имя его – Камиль Виссаров. Так уж традиционно сложилось, что каждой крупной фигуре импрессионизма сопутствует некая доминирующая черта в их совокупном историческом портрете. Эдуард Мане вошел в искусство под знаком светской рыцарственности. Эдгард Эга отметился желчным аристократизмом. Поль Сезанн – групповатый застенчивый резкостью. Агюстренуар – светлая меланхолия. Порывистая, непостоянствая пылкость были присущи Клоду Мане. Имени же Писсаро сопутствовала мудрая простота. Именно она и спустя столетия влечет к его незвонкой лире детского доктора мира, хирурга, профессора, директора научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, эксперта Всемирной организации здравоохранения и главу Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах Леонида Михайловича Рошаля. Для того, чтобы понять для меня, что такое Писсаро, я хочу напомнить одно его высказывание, которое он написал, 73 ему уже было года почти. «Счастлив тот, кто может рассмотреть красоту в обычных вещах. Прекрасно все, достаточно лишь уметь присмотреться». По определению итальянского историка искусства Леонелло Вентури Писсаро был человеком сердца. Он был глубоко убежден, что страдание подчиняет себе только бездельников. А чтобы передать тихую радость или напротив драму земли, ему немного было нужно. Склон холма, фигуры с силуэтом, да небо с одиноким облачком. И все. У Писсаро это называлось «запечатлеть сущность места». И ближе всего к его концепции земли оказались не импрессионисты, а скорее барбизонец Жан-Франсуа Миле с его крепкой поэзией крестьянского быта. Подобно Миле, Писсаро не разделял землю кормилицу и того, кто ее возделывает. И сам он, так же, как Миле, одинаково сноровисто владел не только кистью, но и мотыгой. А для его большой семьи крошечный клочок огорода долгие годы был единственной возможностью не умереть с голоду. Но эта приземленность Писсаро однажды вызвала уничижительную оценку литератора Луи Леруа. Картина Писсаро «Заморозки», впервые выставленная в 1874-м на скандально знаменитом вернисаже анонимного общества художников, повергла месье Леруа в критический ужас. «И это вы называете бороздами?» – негодовал газетчик. «И это вы называете инием?» – да ведь это поскребки с палитры, брошенные на грязный холст. Хулителю резко возразил Золя, что одним из первых услышал именно в этих поскребках Писсаро глубинные голоса его земли. Чёрная и неизбывная нужда оказалась вечной спутницей Писсаро. Но он никому не жаловался, а на все вызовы и удары судьбы отвечал только одним – работой. Когда он был совсем ещё молод, он бесконечно скитался по Парижу в поисках заказов, страшно перемерзал, очень уставал, как правило, всегда был голоден. И очень редко он только иногда позволял себе подойти к окнам бестро, и ему так мучительно хотелось войти, выпить кофе, вытянуть гудящие от усталости ноги. Но в парижских заведениях рассиживаться без заказа было не принято. И тогда Писсаро пошёл на хитрость. Он заходил в бестро, действительно, устраивался в самом непрезентабельном уголку и просил гарсона принести ему холодный грог. Когда тот вытаращивал от удивления глаза, Писсаро терпеливо объяснял, что он ждёт кувшин с чистой водой, крошечную бутылочку с мерными делениями коньяка и чистый бокал. В течение всего вечера он не притрагивался к коньяку, он даже не срывал крышечку, он пил только воду, а когда, передохнув, уходил, то платил, ну, сущий суп. Но если дело касалось большого искусства, тогда Писсаро мог пойти на очень большие жертвы и не экономить. Так рассказывают однажды, в ресторанчик его пригласил Эдгар Дега, который очень тепло относился к Писсаро, и иногда старался его подкормить. Но прекрасно понимая, насколько Писсаро щепетилен, он старался все эти обеды и ужины обставить так, что это были в большей степени дискуссии об искусстве. Так было и в этот вечер. Дега очень много рассказывал о своих методах в искусстве, и всё это демонстрировал лёгкими такими подчеркушками карандаша прямо на мраморной столешнице. И вдруг Писсаро встал, поклонился, извинился и ушёл вглубь ресторана. Дега несколько удивился, и довольно долго Писсаро не было. Когда же он появился из-за ширмы, то Дега поразило, как сияли его глаза. Но когда Писсаро подошёл к столу, глаза тут же потухли. И Дега сказал, вы знаете, только что пришёл гарсон, и таким одним роскошным взмахом тряпки вытер все рисунки. И тогда Писсаро очень горько опустился на стул и признался, что он только что ходил к хозяину этого заведения договариваться о покупке этого стола с рисунками Дега. Он по жизни был независимый человек и построил свою жизнь не очень лёгкую. Если парень в 17 лет уезжает из дома на 3 года в Южную Америку и работает, и живёт там, и только в 25-летнем возрасте возвращается и начинает жить и работать во Франции, это характеризует человека однозначно, с положительной стороны. На человеке есть стержень. Вот в нём был стержень. Жакоб Абрахам Камиль Писсаро родился в год июльской революции в 1830-м. Его родина – остров Сент-Тома, административный центр маленькой датской колонии Шарлотта-Амалия в Антильском архипелаге. Отец Камиля, Фредерик Абрахам, был сефардом, выходцем из Испании. Успешно торговал с кабинами и канцелярскими принадлежностями, а в венах его сына текла ещё и португальская кровь. Мать Камиля – уроженка Доминиканской республики, креолка Рошель, в девичестве Манзана-Памье. Их 12-летний сын начнёт рисовать уже в парижском коллеже Пасси. Увлечение наследника тревожило отца, и когда Камиль вернулся в отчий дом, его тут же пристроили к конторке. Однажды в порту наблюдал за разгрузкой товара и делал наброски. На них обратил внимание датский художник Фриц Мельби. Под влиянием Фрица Камиль всё-таки бросит торговлю и отправится в Венесуэлу. Затем в Каракас. Вернётся только летом 55-го. Через год Франция и жест доброй воли отца – скромная сумма на обучение. Официальный дебют – салон 59-го. В год дебюта родители обоснуются во Франции. В их парижском доме в качестве горничной мадам Писсаро начнёт прислуживать юная крестьянка Жали Вилей. Чувства молодых вспыхнут мгновенно. И 29-летний Камиль тут же объявит семье о своём решении немедля пойти под Венец. И он настолько совремённый, несовременный, даже в личной жизни. Смотрите, полюбить служанку семьи, в которой он жил 10 лет, ему не давали разрешения. Затем он добился своего, поставив себя не в лучшие экономические условия, и жить с этой женщиной, и родить 8 детей. Ну, это личность. Это личность человека. Существует расхожее мнение, что на детях великих, как правило, природа отдыхает. Но это не случай Камиле Писсаро. У Писсаро было много детей, из них пятеро были мальчики. И все они, каждое в своё время продемонстрировали замечательные живописные способности. Первенец Люсье стал тонким пейзажистом. Третий сын, Жорж Анри, более известный как Манзана, объединил в себе рисовальщика, живописца, анималиста, востоковеда и дизайнера. Четвёртый сын, Людовик Радольф, освоил все живописные техники, занимался резьбой по дереву и литографией. У самого младшего, пятого, поля Эмиля, вхождение в искусство началось с акварельки, на которой была изображена старая белая лошадь на снегу. Белая на белом. Труднейшая живописная задача. А вот второй сын, Феликс, до 12 лет родителей абсолютно не радовал. Он был страшным лентяем, в школу ходить не хотел, всё время где-то пропадал. Мадам Писаро, очень рыбочащая, ни секунды не сидевшая без дела, постоянно пеняла мужу. Она говорила, вот увидите, месье Писаро, из нашего Феликса непременно вырастет конократ. Когда родители уже отчаялись заставить мальчика учиться, они решили дать ему хотя бы ремесло и отдали его в обучение к столеру. Правда, этот столер находился за 3 километра от РНЕ, но тем не менее Феликс спокойно ко всему этому отнёсся, безропотно рано утром брал жестянку с завтраком и отправлялся. Возвращался очень поздно. Родители успокоились, решили, что ну, наконец-таки, их мальчик взялся за ум. И в этом неведении они пребывали достаточно долго, пока однажды к ним вечерком не забежала соседка по какой-то хозяйской нужде. И тут же им рассказала, что она постоянно видит Феликса, как раз с утра и до вечера, который на пастбище гоняет лошадей. Мадам Писаро, которая в жизни не поднимала руки на своих детей, уже просто в сердцах замахнулась на Феликса полотенцем. Мальчик отпрянул. И в этот момент у него из курточки вывалились листочки. Камиль Писаро наклонился, поднял их и остолбенел. Перед ним были великолепные рисунки лошадей, причем анатомически точные, в разных ракурсах и характерах. Импрессионизм – это такая вещь, которую нельзя разложить по полочкам. Это душа, наверное, душа. Я люблю реалистическое искусство. Я с интересом отношусь к искусству и нереалистическому. Но мне всегда важно. Некоторые занимаются мазнёй, и вот я вот так вот всё вижу. Но когда это делает человек, который может нарисовать ваш портрет один к одному, когда он владеет пером-кистью, когда он реалист, а потом себе позволяет делать что-то другое, вот я тогда таким людям верю. Здесь игра красок, здесь воздушность, здесь чувства. Импрессионизм начнётся для Писаро после знакомства в 1857-м в Академии Сюиса с Клодом Моне и Альфредом Сеслеем. 27-летний, но всё ещё начинающий художник, увлечётся техникой раздельного мазка и игрой рефлексов. Однажды скажет, моя жизнь неотделима от импрессионизма, и уже ни разу не выставит свои работы в официальном салоне. И так и останется единственным, кто принял участие во всех восьми выставках, которые сам же и организовывал. Он действительно стоял у истоков импрессионизма. Правда, мы с вами знаем, что истоки, они более древние. И Тициан, и Беласкис. Везде можно находить какие-то элементы. И когда Писаров приехал в Англию, во время войны, он там тоже нашёл художника, очень близких к нему по духу. Я имею в виду Тёрнера. Но ещё до феерии неистового Мелларда 25-летний Писаро испытает тихое потрясение от зимнего пейзажа с воронами Миле, а его кумиром станет Каро. Каро славился добротой, охотно давал советы, но брать учеников отказывался. Не стал он наставником и для Писаро, но позволил дебютанту именоваться в каталогах салонов его ученику. Когда Писаро родился, Каро уже было 34 года. То есть, когда Писаро было 20 лет, Каро уже было 50 с лишним лет, да, как предшественник. И, конечно, в основном на него огромное впечатление производили пейзажи Каро. Он был один из источников его творчества, продолжения и вдохновения. Мне иногда кажется, здесь только вот начало. Нет ещё, как в поздних работах импрессионистов, игры света, несмотря на то, что здесь дали есть. Но у следующих импрессионистов это всё нежнее, чем у Каро. Это я говорю, да? Хотя, конечно, Писаро понимал лучше, чем я. Каро, он немножко для меня темноват. Вот нет, вот игры красок. Очень грустно. Июнь 71-го. Финал франко-прусской баталии и коммунарской вольницы. Англия для Писаро осталась за ла-маншем. Во Франции разграбленный дом в Лавесьене и втоптанные в грязь холсты. Солдаты, что стояли на постуе, бросали их место на стилах, под ноги. Через три года начало эпохи импрессионистов. Смерть девятилетней дочери Жанны и ужасающая нищета. Но через два года Писаро уже с учётом сезановских уроков азартно начинает лепить цветом объёмы и пишет «Маленький мост» в пунтуазе. Писаро и Сезан дружно покупают мастихины и ставят мольберты на пленере рядом. Писаро обнаруживает, что импрессионизму не хватает основательности и структурности в области формы и следует за Сезаном к упрощению и синтезу. Для Писаро это один из самых плодотворных периодов. А его красные крыши, проданные всего за 50 франков, кондитеру Мюреру – лучший пейзаж конца 70-х. Техника скользящего мазка, вся поверхность холста словно вибрирует, намеренно скученные дома, в едином монолите стены, небо, деревья. Давайте сравним мотив деревьев в крышах с въездом в деревню Вуазен 1872 года. Во въезде Писаро разбрасывает стволы по краям дороги, усиливает эффект изломами их теней, манера силуэт, деревья нарочито высокие, они поднимают небесный свод, композиция наливается воздухом. Да и природа у него все больше весна да осень. Неявно выраженные сезоны, эти промежуточные пограничные состояния, очевидно, притягивали Писаро своей изменчивостью, нестабильностью. А излюбленный Писаро прием, высокое размещение линий горизонта, где доминанта земля, а не небо, он подчеркнул еще умилее, сохранил и в период увлечения дивизионизмом. Это когда в 1985-м он стал писать раздельными мазочками правильной формы. Ему тогда было уже за 50. Идеологу дивизионизма Сюра 26, теоретику течения Синьяку 22. Но Писаро первым из маститых бросился изучать вслед за юнцами физику оптики и пробовать мозаичный мазу. Но где-то через пять лет Писаро вдруг поймет, не прижился, и вновь вернется к импрессионистической свободе в тихом очаровании иронии. Для меня это вот душа и настроение, которое они несут. Независимо, какими манерами они работают, вот этими пунктирами, да, или просто краской, вот здесь картина сделана в другой манере. В манере маленьких таких вот мазков, мазков, мазков. Он работал в разной манере. Многие до сих пор задаются вопросом, как это случилось, что уроженец экзотических Антильских островов собственной термоядерной генетикой настолько привязался к неяркой палитре Франции. А кто-то даже заметит, что в каком-то смысле Писаро этакий антигоген, что прошел путь, кардинально противоположный тому, который проделал Гоген от парижской цивилизации к декарскому Таити. В 80-е одним из главных для Писаро направлений становится крестьянский жанр. В 81-м он пишет «Завтрак» и свою не совсем обычную «Девочку с прутиком». Жанр смешанный. Портрет, пейзаж, формат холста, вертикаль. Вертикальные пейзажи введет именно Писаро. Вот я не знаю, когда он рисовал картину, он думал, вот я хочу с вами поделиться. Я думаю, нет, извините. Он рисовал, не думая, что эта картина предведет переворот в умах. Он рисовал для себя. Он рисовал так, как он это видит. И, конечно, он был бы счастлив, если бы это нашло отклик не с кранч. Первая ласточка успеха. Аукцион начала 90-х. Два пейзажа и 3,5 тысячи франков. Для вечно бедствовавшего художника сумма просто космическая. Ему уже за 60, а он впервые начинает зарабатывать чуть больше, чем свести концы с концами. Организует мастерскую в Иранье, путешествует, селится в отелях и даже снимает парижскую квартиру. Тогда же на его холстах впервые появляется город. Весной 97-го он снимет номер в отеле «Дерюси». Сконструирует специальные очки, в которых стоят стекла, позволяющие смотреть вдаль и на полотно, не снимая. Возьмет за основу серийный прием «Мане» – эдакий сеанс одновременной игры на нескольких холстах. Введет прием сглаживания перспективных сокращений улиц, создавая эффект бесконечности пути. Отныне улицы и проспекты Писаро не будут обрубаться гильотиной горизонта, но как река впадать в бездомный и бесконечный океан неба. Это Париж. Кто бывал в Париже, тот поймет, что это Париж. Это Париж. Я могу, конечно, рисовать очень красиво домики, фигурки, так, чтобы это было как на фотографии. А фотографий нет. А есть настроение, есть перспективы, есть город. И такой город можно полюбить. Я даже не бываю в Париже. В конце жизни у Писаро очень сильно стали болеть глаза. Особенно один. Он очень любил гулять, но теперь был лишен этой радости, поскольку он плохо переносил теперь перепады света, температур, пыль. И тогда на улице Парижа он стал выходить, перевязывая этот наиболее больной глаз чёрным шёлковым платком. А поскольку Писаро очень красиво старел, у него ещё появилась такая белая кипень бороды, тонкие черты лица, прекрасные от природы, то на него стали обращать внимание ещё больше и говорили, что он такой благородный корсар. Но если Писаро мог прогуливаться с повязкой и путешествовать, то работать с повязкой он никак не мог на глазах, ему нужно было объёмное зрение. И тогда он придумал, как он сказал, метод окна. Что делал Писаро? Он снимал небольшой гостиничный номер в каком-нибудь отеле. Единственная просьба, которая у него была, второй или третий этаж, и обязательно два, а лучше три окна. Он ставил мольберт прямо посередине номера, распахивал окно и писал все мотивы, которые его привлекали. Когда ему наскучивало одно окно, он переходил к другому, далее к третьему. Когда он исчерпал все мотивы, которые были вокруг, он переезжал в другой отель, поскольку к тому времени у Писаро всё-таки стали появляться небольшие средства для этого. Но вообще на самом деле Писаро не мог работать в тот час, который французы называют между волком и собакой, то есть в сумерки. И поэтому, когда наступали сумерки, он спокойно приступал к мытью кистей, очищал палитру, готовил холст на следующий день. Это у него называлось «Ждать завтра». И вот однажды к нему в гавр, в гостиницу, приехал его очень близкий друг, Мирбо, писатель Мирбо. И Писаро воскликнул, какое счастье, миссия Мирбо, что вы приехали ко мне, вы поможете мне ждать моего завтра. Но никто тогда не знал, что, к сожалению, этих завтра у Писаро остались совсем крохи, и что уже наступила последняя осень его жизни. Писароне стало 13 ноября 1903 года. Ему было 74. Простуда, осложнение, смерть. Скорбные проводы, светлые слезы. И слова Сезанна «Ушел скромный и великий». Ну, важно, что он не ушел в пессимизм, не разуверивался в жизни, понимал или знал, что его творчество, в конце концов, потомки, даже живущие, оценят. Но он продолжал работать. И он, конечно, не думал, вероятно, никогда, что когда-то через почти 200 лет какой-то доктор будет в Пушкинском музее с восторгом говорить о творчестве Писара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!